вот продолжается сегодняшний день 11 июля 2019 год это у нас саманный домик называется соседская мышек ловит сюда вот я попросил сходить пособирать жуков Владимира Юрьевича Календухина и ребятишек вот они сидят уже красавцы наши видимо уронили они опять поднялись а может не заметили вот так вот уже картошка очень цветет высокая у меня получается куст по пояс вот на ровне со мной по пояс мне я метр шестьдесят три тут бутылка стоит вот сколько уже насобирали жуков сидит цепился ну что как ваш урожай тут вы же форш владимир юрьевич вы же в том году были здесь ну и чё жуков на рам меньше намного да да я говорю Вы увидите эти икринки и давите просто. Давите или листочек отрывайте и туда. Держи кузанчика. Ну-ка, покажи, что у тебя там. Ты уже высыпал? Нет еще. Высыпали, высыпали. Ну, первый высыпали. Сейчас. Один раз отдохнули, сейчас второй заход пошел. Все, понял. А вы сейчас по порядку все идете, да? Да, вот так, вдоль. Да. Вот у меня вон сколько. Ух ты, сколько тебе. Покажи, пожалуйста. У нас тут разница с прошлым годом. В прошлом году у нас Лёва и Тимоша, так сказать, проявили большую, как это сказать, антипатию к этим живым сущностям. И что это означало? Это вплоть до вот таких истерик было у Тимоши. А вот эти у них соревнования, кто больше соберет. У них совершенно противоположные. Понятно. Они понимают, что их надо убирать. Нравится, не нравится, а убирать надо их. Да, потому что я сказал, что не будете убирать, картошки не будет. Да, это точно. В том году показало. Там вообще, особенно вот там на задах очень много съела картошки их. Да, там же и по ветке одни остались. Ну, да, одни ветки. По нашим грехам говорится. Так у нас один мужчина, он говорит, вот вы платите десятину, а Господь же обещал, говорит, что если будете платить десятину, никакие вроде твари там не будут нападать, я запрещу. Вроде со стороны Бога-то нет этого, что он как бы сам десятину не платит, и вроде нам в укор. Типа вот платите, а зря. Да, да, да. Что вроде как, зачем платить, когда здесь не сбывается все. Но он забывает, что бывает, что и праведники страдают с грешниками на ровне, то есть Господь всех посещает. Да. А бывает, что не обязательно же, ну, плачешь десятину, а согрешаешь в другой заповеди. Так же Господь может наказать тебя за это. Все в руках Божьей. Господь написано, нечестиво он ненавидит душа его, а праведника испытывает. Вернул, так оно и есть. Как ты себя поведешь? Нужно довериться просто, полностью довериться. А не хотят этого делать люди. Они уже вот, а я там стараюсь, а я вот делаю, и у меня ничего нет. Ну, значит, как так так и стараешься. Егор, у меня уже два раза. Мы тогда всегда походили, у нас вообще спины болели, поясницы. Конечно, да. Особенно с вашим ростом тоже. Да, у меня ты видишь, что у кого-то, так сказать. Вот у меня. Разный будет. Молодец, смотри, сколько у тебя ягодок этих красненьких. Собирай да собирай их. Все равно нет, мы собираем. Ну старайся. У них, конечно, надо баночки. Бутылки, я смотрю, неудобные им. Бутылки неудобно, да. Да, да, да. Неудобный бутылок. Удобно? Да. Даже бил. А из чего? Они стараются засовывать туда, они время уходят. Надо сходить, посмотреть. Сейчас я пойду на саманом схожу, посмотрю. Где-то баночки-то были здесь. Надо найти их только. У тебя, конечно, тазики, но с тазиками неудобно им будем. Слишком большие. Тяжелые. Тяжелые, да. О, кошечка, мыши ходит, ловит. Кошечек никогда не гоняйте. Они делают свою работу. Нет, они нету. Ничего нет. Мирно. Да, слава богу. Ну, просто есть хулиганы, которые гоняют постоянно. Издеваются над кошками. Ну, слава богу. Вон, еще одна кошечка. Две кошечки тут оказываются. Ну, кейса, кейса, кейса. Вон она побежала, в кустиках бежит. Ну, вот так вот. Здесь вот у нас 20 соток. Слава богу за все. Аллилуйя.